Дается вот этот заряд потенциальной какой-то энергетики, который... Когда мы не приехали, в любое время, по идее, просто есть места, которые надо знать, и куда надо приехать, где будут насосаться вот такой, как волонтер, положительной энергии. И когда мы первый раз поехали с женами, с моим товарищем, у него жена, с дочкой, у меня жена и двое детей, мы приехали, поселились в Аркадии на улице Кастальди. Жены с дуру же дни пошли на море, мы, естественно, пошли посмотреть, где мы и как мы будем жить, нашли замечательный магазин, там продавалось такое эмоциональное вино, он назывался он Измаил. Ну, в общем, вот, наверное, Изабелла, ну, значит, Измаил, мы первые четыре дня, так, по три раза на день производили взятие этого Измаила, естественно. И где-то на пятый решили в день посмотреть, что же там делают на море наши дети и жены. Прошли буквально 200 метров от Измаила в сторону, и вдруг видели огромное такое произведение советского социализма, архитектурное. Это был пионерлагерь 30-х годов с огромными колоннами, огромными людьми. Все было большое, такое ощущение, там, пионеры, там, 8 метров длиной должны быть какие-то. И вокруг стояло огромное количество скульптур спортивных всяких, там, дискоболы, женщины с веслами, значит, копьеметатели, бегуны. Но с течением времени до наших дней, у кого руки, у кого ноги поотвалились, и только в Одессе это может быть, вот на фоне этого пейзажа после битвы, там еще и колонны попадали некоторые. Все это называется, с золотыми буквами написано «Детский оздоровительный комплекс «Юный Судоримой». Душа вот развернулась, мне написать было невозможно, появилась песня, причем эпиграфом взял слова, у нас был такой президент Олимпийского комитета, неважно, не будем называть, его выгнали за плохую Олимпиаду в Канаде, но он, перед тем, как его выгнали, успел посетить детскую юношескую спортивную школу и начал свою лекцию со слов, которые, как эпиграф, взял к этой песне. «Здравствуйте, будущие Олимпийцы и Параолимпийцы!» Дама одна сказала, говорила, можете медленнее петь, вы быстрее слушаете. Вот маленький такой разгон. Почему-то все гении странноватые люди. Трусоват был Тургенев, Петчайковский причуден, был не зрячим гомер, глуховатым Петховен, но я, например, офигенно духовен. Я духовен во всем, взять хотя бы дивирши, бездуховный козел, он так навряд ли напишет. Когда ложатся на листы слова моих стихотворений, то те даже нет сомнений, что типа я не просто гений, а типа чистой красоты. Какие-то жерка его гений, с которым мы давно на «ты». А ты? Я мог бы с Пушки на «ты» дружить на дружеской пирушкой. Да что там, измеряюсь, Пушки? Мне могла быть подружка самого огнебортоя. Вот правда мне цветы не слип от огнебортоя. А то, пострадает заморский фрукт, хоть кто-то думает, что овощи с горящей свечой в полность, всегда готов прийти на помощь. Он же типа мне как друг, а не дельян, родства не помню, если забывших другов и подруг. Вот сука! И шан я, что греха таит порой сам себя. Листая, взлечу, как диких уток, стая, и речу. Могу научить вас летать на подушке, Дыхнула в меня перегаром старушка. Могу научить вас летать на подушке, Дыхнула в меня перегаром старушка. А после шепнула, ргнула, Городом могу научить даже на кислородовый. Я мог бы без астмы и вечной одышки Летать на подушке почти как покрышки. Но это всего лишь пустые мечты, Я с раннего детства боюсь высоты. А старушки над городом кружат сад, Хоть пилоты из них и не мог везти, Но мне остаются лишь тужицы, Да и стишки сочиняя и схожи лезть. Над Кремлем они кружат и думаю, А я глядя на небо хрусталя, А я стихой завистью так себе думаю, Да когда же старушку встану я? Думаю, я с утра вместо чая с лимоном, Такой же лимон, только с Наполеоном. Дверьками убили даже шартрес С таким же лимоном, а можно и без. И после шартреса с лимоном кусочком С утра на душе расцветают цветочки. А если добавить немножко комью, То райские птички на сердце поют. И старушки над городом кружат сад, То ли парад у них, то ли учения. Я же, сделав на радостях лужу, Снова в небо гляжу с облегчением. Над Кремлем они кружат и думаю, А я глядя на небо хрусталя, А я стихой завистью так себе думаю, Никогда без старушкой не стану. Никогда. На вермор. А ночью я в темное небо гадаю, Чему же я не сокел, чему же не метаю, Чему же я как старый лисеющий гриб, Жене этой хмурой навеки прилип. Знаете, эта птичка, Которая лису от гнезда выводит, Я поэтому создаю такой образ своей жены, Чтобы неповадно было вообще подойти. После одного из концертов подошла дама, Сказала, говорит, Ну какие ваши годы, не переживайте. Наденешь еще молодую, не пьюсь. Я ее за язык не тянул, конечно, Но вот 35 обещались вместе отметить, Так что пока так. Вот еще одно произведение, Которое было посвящено великому посту, И это я отдал себе клятву, Что пока не напишу новую песню, Ни грамма не выпью, Ни сигарету не выкулю. Напишал за 15 минут. Песня называется «Баллада трезвости» Или что получилось от этого желания Бросить эту мерзкую привычку И начать новый образ жизни, Чтобы оставить свой след хотя бы в семье. Как я говорю, Мочить немножко в литературе, Не важно. С эпиграфом, самым первым, Это я совсем маленький писал, У меня все жестокие. Ну ничего, это эпитафия. Мы все пишем себе эпитафию заранее, Чтобы потом знать, Что услышишь неплохое. Что хотел, по крайней мере. Я бы в гости пришел к вам с салом, Я бы даже купил камю, Но меня приглашают мало, Потому что я много пью. И хотя меня любят дети, Хоть я сам-то их не люблю, Но боятся меня соседи, Потому что я в ваннах сплю. А бывает я сплю в клозетах, И такое ведь может быть, То не только соседи, Дети меня перестают любить. И когда я вам ру до смерти, Не несите вне венков, Вы прибейте доску в клозете. Здесь вполне когда Кочетков. Прочай, зеленый змей, И сигаретный сизый дым, Теперь я стал умней. Я не читал вам молодым, Пугающим с утра, Игутый бледный унитаз, А этот стык саран, Мне непутевый жалко вас. Я как туркинив бросил, Пить, курить, как чехов, Зарезал, Что об этом говорить, Я этим все уже сказал. Игут резвый, как маршак, Здоровый, как аллеи стафан, Сделать этот смелый шаг давным-давно. Пора бы вам, походкой легкой, Пройдусь по улице Арбат, Вдыхая легкими сосисами длинный, Аромат пусть девки резвые, Мои девят за красоте, А вы нетрезвые, Сидите и завидуйте. Пить буду все меня любить, Как байера долюбили все. Сегодня бросил я курить, Не пил сегодня совсем. Рубини, пальмон, Ты в гробе, как миробор, Подскажешь ты. Да нет, куда там миробед, До моей трезвой красоты. Эх, а люди бедные, Самыми гонятся всю жизнь, Привычки вредные, Кальки мороль и коммунизм, Да ладно, Бог прости, Чьи бы по жизни унывать, Стоять и глупости, Куда приятнее выпивать. Наверное, скоро про меня Наперут повести листи, Как и я на водку променял, То, что без водки не достиг, Какой я в принципе орел. Поборол, в горму не душа и полоть, Я с силу воли поборол, А ее труды побороть, А невозможно побороть, А почему не побороть? Дело в том, что есть какие-то образы, Которые переходят из одной песенки в другую, Вот этот образ унитаза, Он со мной как-то живет, Мы в свое время очень часто ездили, Каждую весну и осень ездили на охоту, В Карелию. Любители животные могут так скоро успокоиться. Самая удачная, Вот была у нас охота, Вот с этим человеком, С которым мы в Одессу ездили, Он про себя говорит, Идеальных размеров человек. Он говорит, 190 на 190 на 190. Рост, вес и объем талии. Вот мы с ним, Когда были самые удачные охоты, Он убил щуку из ружья, А я сбил там под надвоицами, Где-то старый ладога, Сбил изолятор на столбе, То есть, как бы было электричество. Вспоминая до нашей охоты и после. До лампочки влеча и после нее. И когда меня жена провожала на охоту, Тоже уже сам не мог ехать, Она привезла и говорит, Чего это за охота такая? Я был тоже, конечно, сам удивлен, приятно, Потому что с нами ехало Восемь девушек молодых. Я говорю, да нет, Просто так еду тоже. Она говорит, да уж блюди нашу честь, То семейную. Я написал отчет об охоте, И учел он приблизительно так. Обнявши утром унитаз, Я вдруг открыл закономерность. Чем больше выпью я за раз, Тем дольше сохраняю верность. Есть вещи, в которых, я думаю, Любой нормальный человек, Даже в плохом, найдет что-нибудь хорошее. Вот когда мы первый раз бросили выпивать, И за неделю до этого Друг жена начала спросить, Когда же будет, Что же вы будете делать, Когда вы бросите не выпивать? А вот целую неделю осталось наслаждающей. В общем, мы поругались. Когда она ругается со мной, Она молчит. Я и так плохо слышу. Думаю, опять сломался. Аппарат, я что-то не говорю, Она ничего не говорил. В ответ не слышно. Я расстроился, Пошел покупать корм животным. У нас всегда как громадводы, Либо собаки, либо кошки живут. Купил-ка там, значит, еды, Прихожу. Вдоль коридора стоят шкафы, Купе такие, Стеклянными дверями. Они все открыты, эти двери. И вещи все вывалены в проход. Думаю, ну, наконец ушла. Она же у меня не прописана вообще. Ну, слава Богу, Думаю, там, где вот, Можно и через неделю, Наверное, неделю раньше начать. Друг слышал, что идет в шкафу, Кто-то там скребется. И вот, не знаю, Знаете, детский такой инстинкт, Сразу-то раз, Так вот этой рукой, Она не соблажает, Так сказать, Закрыл дверь. И вот ощущение, Как в детстве шмелья поймаешь, Такое, Вот там что-то крупное такое, Интересно и страстно, Потому что я же вылетаю. Ну, вот, в общем, я, так сказать, Изнутри не открываешь. Когда все-таки я понял, Что там дышать уже стало совсем так тяжело, Открыл, Ну, чтобы запомнить состояние, Решил написать песенку так. Когда плохо мне, Я ее и напеваю. Трудно жить жене самоноум, По сути, я там ссоры митя, То, как и зверя назову, То заплачет, как дитя, То заржет, как силы мерят, Всех ворон перепугав, То затихнет, как тетеря, Спрятав голову в рукав. И в шкафу среди рубашек, Как за каменной стеной, Хоть и душно, Хоть страшно, Все-то лучше, чем со мной. Жить со мной не сахар вовсе, Да и с ней поди не мед. Может быть, когда от посы, И сама она поймет. И так, когда мы всем на радость Заживем к душе душа, Что вот завистью взрались Тех, кто раньше утешал. А пока, моя подружка, Жить в шкафу тебе одной, Хоть страшно, Хоть и душно, Все лучше, чем со мной. Шестого мая, я напомню, У вас будет выступать Замечательный ансамбль. А у меня шестого мая, Как правило, день рождения. Поэтому, как правило, Хотя бы раз в год Я пишу песню, Посвященную самому близкому мне человеку. И стишок. Вот такой дуплет Из разных лет. Люблю весной в начале мая Буквально каждую деталь. В окно жена, Глухонемая, Поцелеповато смотрит, да? Там и заброшенные скамейки, Где скоро будет и жена щебеет, Условно канарейки, Старушки в пыльных шушунах. А он уж просто свято, Место супруга может помечтать. Ведь в голове ее не тесно, Но мысли три, От силы пять. И лишь одна из них Неясное сердечко в расшире, Что где-то ждет ее прекрасный Джигит или богатый жид. Ей все равно, Евреи, Грузинный, Да хоть татарин, Ё-моё. И главное, Чтобы как зимний он Снял бы приступом Ее, Чтоб встав на правое колено И руку к сердцу приложив, И клялся бы самозабвенно в любви, Покуда будет жив. Она мечтает, Как ребенок, А я для красного стишка Без стремон, Как подонок, Слежу за ней из-под стишка. А мне бы схватить ее в охапку, К ней на край света убежать, Цветок бы подарить охапку, Детей бы малых нарожать. Но нет, Я стар, Как пень трухлявый, Бессильно даже мы ее, Пускай другой еврей кудрявый Таскать на руках ее, Пускай грузинный, Ведь татарин цветы Дарит каждый день. А я за то лишь благодарен, Пусть я трухляв, Как старый пеный, Но жив пока, И жить не лень, Как завещал великий, Лень. Я не знаю, Что такое лень, Наверное, Это китайская троица, Это пень, Я не лень. Когда я стану знаменит, Коплю сжалезанную машину, К шоферу гиби, Заведу солиданного, Как паровоз. Он, если надо, Заменить, То он на ходу Заменит шину, А если надо, На ходу даст Прикурить, Как вертопос. Люблю проехаться ветром, Верхом на шинит, Люблю проехаться Верхом в машине, И по лимузина. Это не просто лимузин, А лимузин габриолет, И просыпается дайком, Во мне дух пылкого грузина. Этот паломедли грузин, Знать не желая, Солома не отпусть, Говорят, Что лимузин Не может быть габриолетом, Это у вас не может быть, А у грузинов их полно, А если кто-то возродит, Захочет сгиби нам на это, Конечно, Может возродить нам сгиби это, Все равно, Когда-нибудь, Я, может быть, Ублю же нестальную брошку, Работай сына Фаберже, А можно Фаберже отца, Я даже, Может, Брошу пить, Хотя, Скорей всего, Не брошу, А если даже брошу пить, То как грузин не до конца, И костромские чуваки, И камеры бюргеры в путь с дами, Передо мной лебезят, Захочет его и габриолет, И даже в луж к червяки, Беляют он их за ними хвостами, Спасибо вам, Мои друзья, Я очень тронут, И задят, И тот, Кто раньше изменял, Будет ко мне сказать, Простите, Конечно, Я его прощу, Но не ли точно не прости. Так что, Давайте же меня, Вы неизвестного любите, Вам не случилось бы чего, Когда я стану знаменит, Когда я стану знаменит. Видите, Как время прилетело, А вы хлопали, Я думаю, Ничего было бы не успел. Одна маленькая песня, Которая я всегда окончаю На лидическом таком ключе, Посвящается она всем девушкам, Потому что весна, Какой бы ни был, Позилой, Но помечтать хочется. Посвящается всем девушкам, В первую очередь, Рыженьким и конопатым. В лесу всех рыженьких. Староводаная, Угловатая, Челк рыжая, На бекре, Да откуда ты, Конопатая, Из каких-то Телевей, Носик пуговкой, Губки бантиком, Глазки вишенки, Просто клад. Хоть стану я Твоим фарантиком, Покажу тебе Чудный сад, Не смотри, Что я Роста среднего, Лучше мне в глаза, Посмотри, Видишь, Там растет Куст сиреневый, Да гляди опять, Театр рассоли, Не смотри, Что плеш Раньше времени, Лучше мне под нос, Посмотри, Как торчат усы, Хоризонт телами, Для тебя дыной, Салых три, Но, конечно, Скажешь два, А не три, Что же хмуришься, Ты красавец, Не дивишься, Что красоте, Али сиреневый, Пусть ним нравится, Али не хочется, Хоризонт телу, Губку зубками, Не прикусывай, И себя одну, Обвиняй, Ведь полюбишь ты, Знать безусого, Сероглазого, Не меняй. И лапура я, Дядя мою, Станешь дамою, Пампадур, А сирень моя, С гризонт телу, Пусть осыпется В том саду, А сирень моя, С гризонт телу, Пусть осыпется В том саду.